Газ в селе Боровиха появился почти 10 лет назад, однако газификация коснулась лишь центральной части муниципалитета. Жители окраин около 800 домов до сих пор отапливают дома по старинке, углем и дровами. В том числе и Ольга Распопина. Женщина живет вдвоем с неходячей дочерью-инвалидом и ждет подключения газа уже три года. Подать голубое топливо в трубы, говорит Ольга, обещали до наступления текущего отопительного сезона. Мы сейчас в таком положении, что у нас ни газа, ни дров, ни угля. Мы понадеялись, многие сейчас нахрапом закупают. Естественно, наши тоже рвут, они повысили цены. Вот такая маленькая машинка, дров, 5,5. Плюс 500 уже доставка стала. Из-за повышения цен закупать уголь и дрова становится тяжело. Но другие способы отапливать дом недоступны, даже несмотря на то, что большинство жителей закупили газовое оборудование, все трубы подключены, осталось лишь пустить газ. При том, что для этого людям приходилось брать кредиты на сумму свыше 100 тысяч рублей. Это расширитель газовый, уже газовый расширитель. И это все трубы для газа. Вот это вот центральное и эти пошли. Здесь отсюда с кухни идет на горячую воду, на холодную, на горячую воду, на газ. Согласно документам, причина отсутствия газа – недоработки, допущенные подрядчиком. Он выполнял работы стоимостью 86 миллионов рублей по проведению коммуникаций до границ участков. Затем устранял замечания Ростехнадзора. А сейчас, по словам главы Боровихи, готовит финальную документацию. Замечания были небольшие такие. Вот где-то там куст какой-то, рост или дерево, или какая-то там куча была с лесоматериалом, наваренная рядом с газовыми сетями. Сейчас, я говорю, чисто технически идет документация, подготовка, сдача ее каждого наложенного метра через акт, скрытые работы и так далее. В Краевом Минстрое также обещают скорый финал газовой истории. В настоящее время документация будет передана в эксплуатирующую организацию «Газпромгазораспределение Барнаул». И я думаю, что в течение недели уже там исключительно организационные моменты, то есть технические, будет произведен пуск газа. Жители Боровихи больше могут не волноваться, говорит Евгений Григоренко. Ожидания подходят к концу. Однако сами потенциальные абоненты все равно сомневаются. Процесс и так длится годы. А мы продолжим следить, действительно ли газ придет в дома в ближайшее время. Артем Гусельников, Алексей Фризин. День с толком.